Друзья, мы опять в этом уроке поговорим об артиклях. Зачем же они нам нужны в английском языке? Но в этот раз урок будет очень кратким. Итак, напомню, что у нас есть неопределенный артикль «эй» и определенный артикль «зи». Понять, для чего нам нужны артикли, становится гораздо легче, если мы абстрагируемся от правила, то есть отвлечемся от правила, что артикли ставятся перед существительными. И сосредоточимся на том, что артикль у нас выступает в качестве помощника уточняющего значения, смысл. Думаю, что главная проблема носителей языков, где артиклей нет, это то, что сложно понять, зачем нужно было придумывать такую штуку, как артикли. Можно же обойтись без артикля. Наш же язык обходится без него. Так, значит, и они могли бы. И, возможно, это так. Однако нужно понимать и увидеть, что у артикля в английском языке есть не просто задача усложнить нам жизнь и ставить его там, где по правилам грамматики нужно. Его задача – облегчить нам жизнь на самом деле и передать некоторый смысл. И если мы отойдем от этого понимания артикля, как перед существительным нужно ставить артикль, я думаю, что многие, кто изучает английский язык, это и так знают, а перейти к пониманию, что артикль нужен для того, чтобы передать некоторый смысл и уточнить значение для человека, с кем мы коммуницируем, вдруг артикль начнет обретать другой смысл. Итак, главная вещь, которую я считаю важной сделать, это перейти от понимания артикля как грамматического правила что перед существителем нужно ставить артикль. Пониманию артикля как помощника и уточняющего смысл того, о чем мы говорим. Как мы можем уточнить смысл? То есть нам необходимо здесь исходить из того, что мы пытаемся коммуницировать с кем-то и пытаемся передать этому лицу какую-то информацию. Отправной точкой для нас является всегда собеседник, так как в конце концов ему придется вас понимать. И вот исходной точкой, отправной точкой для нас является то лицо, с кем мы общаемся. То есть то, с кем мы пытаемся говорить и что мы пытаемся ему сообщить. Если исходить из этого понимания артикля, то в таком случае мы начинаем думать, хорошо, а как же мне уточнить? Здесь у нас есть... Уже мы обращаемся к самой грамматике или к самому артиклю. У нас есть два артикля в английском языке. Неопределенный и определенный. Это также известная информация. Но как нам нужно исходить вот из этого понимания артикля, подхода к артиклю как чему-то имеющего смысл, значение, уточняющего значение? Нам нужно понять, знать, что есть два вот этих вот артикля. И если при использовании неопределенного артикля мы имеем в виду любое что-то из какого-то ряда вещей, то используя определенный артикль, мы имеем в виду конкретную вещь. Только это. Единственное. То есть, когда я говорю кому-то give me a book, я имею в виду дай мне просто какую-либо книгу. Любую книгу. Если же я говорю give me the book, я имею уже сразу в виду, что у этого человека должна в голове возникнуть конкретная книга. И если вдруг этот человек не поймет, о какой идет книге речь, то он удивится, что я использую артикль d. То есть, у нас уже при использовании артиклей есть, или у меня при использовании артиклей есть понимание, что тот человек, к которому я обращаюсь, должен вспомнить о конкретном предмете. Например, я говорю give me the book, please. и я уже сразу предполагаю, что человек знает, о какой книге будет идти речь, о конкретной книге. И вдруг этот человек не знает, о какой книге идет речь. Тогда он спросит what book are you talking about? То есть, о какой книге ты вообще говоришь? Такой, ах, да, я забыл, я же имел в виду тута. Или вдруг я говорю give me a book. Дай какую-нибудь книгу. Give me a book. Я как, скажем, англоязычный, вдруг перепутал. Бывает, вот мы впутаемся, хотя они, скорее всего, не перепутают. Но я изучающий язык. И говорю give me a book. И он дает мне любую книгу, просто книгу какую-то. Потому что я говорю ему, говоря a book, я имею в виду дай мне любую книгу. То есть, каждый раз, когда я говорю a book, я имею в виду, можно перевести дай мне любую книгу. То есть, они каждый раз, когда используют существительное, они добавляют любой или вот этот. Любой или этот. И так можно переводить. Любой или этот. Каждый раз. Вот я ему говорю дай мне любую книгу. А он мне говорит, он мне дает любую книгу. И тут я вижу любая. Я говорю no, no. «Дай мне вон ту книгу, you need that book!» Он говорит, «А, ну что ж ты сразу не сказал?» То есть при использовании артикля мы передаем сразу же информацию. Речь идет о любой книге. То есть мы всегда в скобочках можем сказать, ставить при переводе артикля «эй». Мы говорим «любой» мы можем перевести, либо при использовании артикля «эй» или «ви» мы говорим «этот». Кстати, артикль «эй» понятно «эй» или «эн». То есть если исходить из этого, то вдруг становится понятно. Если каждый раз переводить «любой» или «этот», то становится понятно, что, оказывается, у артикля есть смысловая нагрузка. И мы каждый раз с говорящим можем уточнять, либо мы, имея в виду, что он понимает, о каком конкретно предмете идет речь, тогда мы используем «эй», «ви», либо же мы имеем в виду «дай мне просто какую-нибудь книгу». И мы тогда используем «какую-нибудь», то есть «э». Просто в английском языке это использовать чаще всего необходимо. И как раз поэтому, поскольку мы имеем в виду, что у человека возникает сразу представление от конкретного предмета, мы используем со словом «сан» – солнце. «The sun». «The sun» – это всегда «the», потому что у говорящего в голове возникнет конкретное солнце. Если, конечно, обсуждение идет между астрофизиками, и они, говорят, могут обсуждать много солнца, то у них и солнце может быть «эй». Каких-то там несколько солнц они обсуждают. Но для нас в обычной жизни мы чаще всего говорим «the sun», поскольку солнце одно, всегда одно. Также «the moon» и так далее. «The ocean» и другие слова, которые возникают у нас в единственном своем варианте. То есть если мы говорим «the sun», то когда мы говорим «солнце», оно одно. У нас не может возникнуть, о каком солнце ты говоришь. Но опять-таки, если ты не астрофизик. Так вот можно подходить к артиклю, как к чему-то, что имеет значение, имеет смысл, а также помогает нам уточнять смысл во время коммуникации с кем-либо. Друзья, надеемся, этот урок был очень для вас простым и понятным. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok